Волейболисты разыграли куба главы города. Самара сражается за бронзовые медали баскетбольной Суперлиги. Баскетбольная Самара продолжает борьбу за бронзовые медали Суперлиги. До трех побед сыграно уже два домашних матча с Пермской Пармой. Пока счет в серии ничейный 1-1. Первая игра осталась за хозяевами паркета 87-73, а вот во второй преимущество было на стороне Пармы 78-75. Борьба за медали продолжится в Перми. Если там не определится победитель, то решающий седьмой матч пройдет в Самаре 10 мая. Мяч, сетка и скрип подошв. В МТЛ-арене прошел финал городских соревнований по волейболу среди школьников. Девять сильнейших команд разыграли куба главы Самары. Путина пьедестал почета получился тернистым и долгим. Соревнования у нас проходят из двух этапов. Первый этап это у нас внутри районных уже проведены соревнования. Участвовало 147 команд. Более около 2000 детей принял участие. Естественно, победители районных соревнований у нас вышли в финальную часть. Финалистов разбили на три подгруппы. Победители разыграли призовые места между собой на визноплощадке. Качественный паркет, большой спортзал и трибуна с болельщиками не испугало спортсменов. Это только сыграло им на руку. Тут намного больше, много места для простора. Разбег и зал это так же. У нас школа не позволяет так. Не так много места, не так много возможностей. Но размер полей такой же сетка, так же нормально можно играть. Страсти кипели нешуточные. От подачи до набранного очка могут пройти считанные мгновения. Любая ошибка стоит победой секрет успехов, сыгранности и самообладания. Нужно держать себя в руках, поддерживать команду, когда уже нет силы самой. Без наград никто не ушел. Победители и призеры получили заслуженные медали. Все участники грамоты. Но главный приз, эмоции и впечатления волейболисты подарили себе сами. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.